Поздравляю вас, я всегда губернатору Новоизовну поздравляю. Это очень большая должность, очень ответственная, тем более, что процент у вас бешеный, доверие сибиряков. Хорошо, что вы подальше от Запада, так бы у вас тоже цветную революцию устроили из-за больших процентов на выборы. Я часто говорю об этом, если бы не было вашего брата, губернатора, у нас не было бы вообще, наверное, отношений Беларуси и России. Поэтому ваш приезд для нас очень важен. Все-таки Иркутская область – это гигант в России, это опорная область в Сибири. У нас очень много планов и очень много практически решено вопросов. Кое-где просто нам надо встряхнуться, как в Усолье или где у нас предприятие с Могилев-Лифтмашем. Лифты, ну, наверное, на постсоветском пространстве – это одно предприятие, с которым вы можете работать по замене таком количестве и объеме лифтов в тех домах, которые построены. И не только лифтмаш, горно-шахтное оборудование, карьерные самосвалы, грузовые автомобили. Я знаю, что вы молодцы, конечно. Общественный транспорт вы поддерживаете. На газомоторном топливе производим и грузовые автомобили, и комбайны, и другую сельхозтехнику, и автобусы. Мы обеспечим доступ в любую точку Беларуси, чтобы вы могли посмотреть еще раз и убедиться в том, что мы что-то можем сделать для наших сибиряков, которые всегда пользовались величайшим уважением белорусского народа. Сегодня Иркутская область – это, я считаю, что он особенный регион, в том числе для Республики Беларусь. У нас вот за 2019 год действительно произошел скачок по торговому сотрудничеству. Мы вышли около 300 миллионов долларов в США. Сегодня, с учетом эпидемии, может быть, мы немножко просели. Вот я с Анатолием Васильевичем переговорил, и мы все-таки будем, как вы сказали, чуть подтолкнем. Те наши рабочие совещания, рабочие встречи в рамках заключенного соглашения между Иркутской областью и Республикой Беларусь, и, в частности, Брестского облсполкома и Иркутской области. Посмотрим, где нужно усилиться, как вы говорите, немножко подтолкнуть для того, чтобы наше сотрудничество дальше развивалось.